вот эту вот часть ее восстанавливают а сейчас еще падает на него свет солнце и он еще более красного цвета но с высоты кажется что воды очень черные всем привет наступил новый день и сегодня прекрасная теплая солнечная погода на минуточку 23 сентября а в питере плюс 20 солнце просто посмотрите какая здесь красота травка зелененькая листики зелененькие солнышко но мечтам город сразу преображается сегодня у меня большие планы сегодня я должна ехать опять-таки исследовать город но у меня будет пересадка пересадкой в метро как это делается я еще даже не представляю себе абсолютно то есть я сажусь на станции метро доезжаю до какой-то определенной мне точки нужной а потом я должна пересесть на абсолютно другую ветку на которой я еще никогда не ездила и как это будет я не знаю но в общем сегодня все проверим и да буду лягушка путешественницей доезжаю до звенигородской и буду пересаживаться получается на пушкинской и доезжать до чернышевской я приехала на звенигородку и теперь у меня будет переход на пушкинс у нас все указания есть у нас все указания есть Вот такая вот эта улочка, посередине какой-то, видимо, мини-бульварчик, и вот ездят машины, и здесь машины стоят прям очень близко впритык, и вот вокруг вот такие вот домики. Сегодняшний день в Питере я хочу посвятить культом и культурам, поэтому постараюсь посетить намеченные места, и да, первое место это будет как раз сквер дружбы, а потом всевозможные я посмотрю церкви, мечети, возможно, ну как-то так, день прям очень тёплый. Да, непривычно, конечно, для Питера это. И очень много кафешек, магазинчиков. Арочки во дворике. Посмотрите, в каком здании находится лютеранская церковь. Я планировала туда зайти, но я сейчас не знаю вообще, открыт ли там проход, но я постараюсь, потому что это была одна из точек моего путешествия, так скажем, сегодняшнего. Но написано, что вход где-то с другой стороны, и нужно её обойти. Праздновать по рождению Христа, но его, пусть после его обезда, пусть после его поздравы. Суббой или нет? Суббой или нет? Суббой или нет? Вот так вот внутри, здесь, в этой ветеранской церкви. Все очень такое старое, старинное. Также здесь, в церкви, есть свой собственный музей, куда может зайти абсолютно каждый и почитать. Здесь, например, представлена карта закрытия ветеранских церквей в Ленинграде. И каждая церковь закрытая — это определенный год. КОНЕЦ Ну что ж, я добралась до сада «Дружба», который находится на Литейном проспекте. И этот сад был создан по подобию шанхайского сада «Радости». Все материалы, которые вы здесь сегодня увидите, были произведены непосредственно из Шанхая. На заднем плане находится пагода. Давайте пойдем посмотрим. То есть, вот это место, оно полностью характеризует китайскую культуру. Здесь, смотрите, при входе стоят вот такие вот львы. В самом саде посажено очень много растений, ели, и в том числе даже растет сакура, что является притяжением людей, когда она цветет. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Вот такой вот сад дружбы, он небольшой, но однако сюда приходит много людей, чтобы сделать красивые фотографии, особенно местом притяжения является, конечно же, пагода. Так, следующее место, которое я хочу посетить, это мозаичные дворы. Посмотрите, где я сейчас иду. Сейчас сюда совсем не попадает солнечный свет и значительно холоднее. И очень пахнет сыростью. Я в петербургских двориках и подворотнях. Побиты окна какие-то. Странно. И, кстати, как я заметила, не все такие дворики открыты. Большая часть на воротах и там домофоны, то есть могут попасть туда исключительно жильцы. Вышла на нормальную улицу. Ну, вот такими двориками меня мой навигатор повел. Иду я, иду, и вот вижу впереди вот такое вот красивое здание. Думаю, что же это такое? А это, оказывается, памятник архитектуры, особняк Батурлиной. Это статсдама, и этот дом был построен в середине 19 века. Вы просто посмотрите, насколько он необычно выглядит. Такие улочки узкие. А вот и мозаичные дворики. Это очень похоже на какое-то современное искусство. И фонтан. Даже лавки, и те, выполнены мозаикой. В общем, я думаю, это еще одно такое место, куда все приходят для того, чтобы сделать фотографии, например, для своего инстаграма. Даже подъезд и тот сделан весь в мозаике. Самое главное панно во всем мозаичном дворике – это вот это вот. Оно посвящено городу Санкт-Петербургу. И, как написано на сайте самого художника, что оно площадью 64 метра квадратных. И оно посвящено важным вехам в истории Питера. А также оно отражает богатое культурное наследие города. Панно называется «Санкт-Петербург. Олимп культуры». По набережной Фонтанки я вышла к прачечному мосту. Смотрите, туристические кораблики ходят по каналам. Вот такой вот мост, а там впереди уже Нева. Сейчас я перехожу этот мост и направляюсь в летний сад. Сейчас я нахожусь в летнем саду. Уже немножко здесь погуляла. И здесь очень много фонтанов, которые все еще включены. И также очень много скульптур разных богов. Музыка 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 Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас я иду в сторону Спаса на Крови. С одной стороны от меня Михайловский сад, а с другой стороны Марсево поле. А вот и он. Правда сейчас находится на реконструкции. Тут каждое здание дышит какой-то историей. Здесь в каждом здании кто-то жил, оно было построено давно. И я не знаю, мне кажется, Питер до конца полностью узнать, наверное, даже невозможно. А как считаете вы? Напишите в комментариях. Редактор субтитров А.Семкин